В Московской площади Сыктывкары завершилось строительство ледового городка. Пермские мастера управились с работой за неделю. Татьяна Супряткина посмотрела на сказочное царство. Вот так, сантиметр за сантиметром, художники вырезают фигуры. Сначала наносят рисунок карандашом и линейкой, вымеряют идеальные пропорции. Работа ювелирная, рассчитал неправильно и лед треснет. Впрочем, на Стефановской работают опытные мастера, и такого с ними никогда не случалось. Мы принимали конкурсы участия и в Москве, и в Хабаровске, и в Перми, и в Харбине, в Китае. За неделю на главной площади Коми выросла целая сказка по произведениям Павла Бажова. Здесь и малахитовая шкатулка, и каменный цветок. И, конечно, главная героиня наступающего года – змея. Хозяйка 2013-го вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приветствует гостей впервые на двух языках – русском и Коми. И это не единственный новогодний сюрприз. В этом году у нас увеличилось количество елок. Это раз впервые у нас появляется елочка в Сосновой поляне. И хороший ледяной городок с фигурами и с горками в микрорайоне Дафтон. Потому что это большой микрорайон города, где детишкам и жителям не совсем порой удобно выбираться на главную елку республики. В этом году у горожан вновь появится возможность проявить свой талант. В Сыктывкаре объявлен конкурс на лучшую снежную фигуру. Официальное открытие снежного городка состоится в это воскресенье. В этот же день запланирован и традиционный парад Дедов Морозов. И даже если столбики термометров опустятся ниже 25 градусов, как обещают сноптики, праздник не отменят. Лишь сократят программу, подчеркнули в столичной администрации. Татьяна Супряткина, Олег Жуковский, телеканал Юрген, Сыктывкар.